Субтитры сделал DimaTorzok 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 Так, естественно, стрим будет из игры, но пока что-то странное я не могу обнаружить, никого не могу, но наглую капик всегда в начале проблемы, что там. Там уж сетка в начале достаточно крупная, и там не понять игроки как играют, еще быстро стартуют, уже на более поздних стадиях проще попадать начинают. Так, ну что, ладно, ждем пока. Стрэндж мне чуть не отвечает, не знаю, будет ли он биться или нет, а вот Стрэндж мне написал. Так. Продолжение следует... 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 Так... Продолжение следует... 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 Печально, да, на таком пинге против таких еще корейцев играть. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ребят, посмотрим сетку сейчас мы... Трус, дую, админом будет играть. Так, бигбой, гидро, мпанк. Так, так, так. Интересно, валят. Короче, будем куда-нибудь пытаться прорваться сейчас. Я не знаю, что из этого получится, конечно. Надеемся, что получится что-то. Не знаю, начали уже или нет. Наверное, начали уже, да. Так, так. Так, так. Так, так. 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 Продолжение следует... 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 Так, Старгей, Дуду, ЮК, под минус. Не знаю, кто под этим никнеймом играет. Вообще, ну какой-то достаточно неплохой игрок, насколько я помню. Так, линги прибежали, линга минус нул у нас. Ду ЮК, в админ трудущий-то бегает туда-сюда. Точнее, отбежал просто назад. Здесь третий Никсус пошел. Третья хатка уже добывает. С газа рабочих всех труснял. Минеральная экономика, ой-ой-ой, какая просто хорошая. Врокса слабее, почему еще рабочие? 6 газ добываются, это 32 на 48. На минералов сейчас преимущество зерга. Ну за что, это 32 на 48. Такое металл. Такое металл. Бегалл. Так, здесь Аракула, Акира Что-то я не учел, да, походу А, ну да, тысяча через Квер, тысяча через Киви, да, мы еще Я понял тебя Да, сейчас добавлю, как будет время Просто там не все учтено, не всегда Прилетел Аракула, подхарасит минус Аракула, минус 6 адептов Заходит сейчас, забегают ринги от трус Грызают просто зерк, просто блок Как-то Стрэндж вообще получит Здесь смотрел, что он наоборот пошел, не убивал рабочих Оооо Кривону восстановлю, тут ситуация вообще провальная Как говорится Месье, да Либо товарищ Либо месье Месье А можно без всяких Таких Ну, просто поме Например Ну, что-то прям масс-масс-масс-масс-масс Линги сейчас от тру Второй Беллинг Нест ошибочно ставит Он сейчас на четвертой базе Нужно просто среагировать, отменить его Скорость атаки адептам готова Что-то боится, просто очень сильно Да что ты боишься, вот пусти люди назад И бомби этих лингов хоть в них Внутрь заходи, все Попытается окружить они все Сюда телепортнуться, вот просто забывают Вот эту тему кастовать адептовскую Я уже говорил еще в начале Еще бе такая была, что вот этот каст Нужно юзать практически все время Как бы, то есть он постоянно должен По КД посылаться, как например На блинке вы пытаетесь уйти, например Так, о, пошел прессинг сейчас На бейлингах очень жесткий Сплитит сейчас своих юнитов Проц Оверчажи выставляются, нужны филды Обязательно филды должны быть Практически идеальным, где еще филды-то? Е-мое, нужен филдец, еще один Еще один филд пошел Хорош, оракул дэмэджи много вносит сейчас Но почему сразу-то просто филды не выставил Выставил бы сразу, вообще по идеальным Бо отбился, не потерял бы столько боевого лимита Но, и так нормально Более-менее прошла оборона Но все равно труд в очень большом плюсе здесь Давным-давно, на самом деле Он в этом очень большом плюсе находится Асан Это благо Перворожденные выстоят Разработка Месторождение минералов Истощено Ну что Кажется просто Он отбивался здесь Посмотрите, вперед двигается сейчас У нас Дьюкап админ Я не помню, что это за процесс, но это китаец Очень такой неплохой процесс Тру очень-очень жестко сейчас лез И как-то огреб в итоге Где бэллинги? Бэллинги все на хайграунде Здесь адепты заходят Ну не все даже королеву атакуют В чем проблема, я не понимаю Нормально с королевой биться Так, адептов Иллюзии вперед полетели Бэллинги-линги здесь Нужен сплит сейчас адептов неплохой Сплит пошел, архон танкует Замечательно, сзади адепты нормально бьются Но архон падает В итоге здесь муталиски у труп присутствуют Два адепта тут бегают Ну, короче, все адепты гибнут И все-таки мутка в итоге решает эту ситуацию А есть блинг-то хоть вообще? Не она Ни блинг-а, ни старгейтов А нет, старгейт один есть Но фениксов нету А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Здесь уже не вытащить, это очевидный момент Что-то не пытается просто даже законтролить нормально Как-то более-менее Здесь уже бивни прибежали Пять штук, два еще строятся, бейлинги Ну, здесь очевидно, конечно, разгром На лом пошел Билет вот спишет, ультралы растоптали Ну что, вторую игру ждем Что у нас там по сетке О, там уже раунд 4 Епарчу против тайма бьется А мы тут все что-то непонятное смотрим Что-то непонятное смотрим Так, я не понимаю, что они-то Что-то тупик не начинает пока Следующую игру Так, я не понимаю, что они-то не понимают Что-то непонятное смотрим Так, я не понимаю, что они-то не понимают Не понимаю, что они начинают, а они реально. Ну что, ждем продолжения. Поехал. Продолжение следует. Продолжение следует. СМС к мне приходит, потом отвечу. СМС к мне приходит. СМС к мне приходит. Так, ну что, дрончики возвращаются. Он переводится с мэна. Газ. С газа снял, все true. Месяц у нас нет, сейчас будет готов. Адептик еще пока не готов. Бустится варп. Бустится варп активно сейчас. Такое ощущение, что какой-то пуш будет со стороны процесса. Но я не знаю, зачем он так. Обычно как бы юнита бустит. Потом уже варп там или юнита, потом нексус рабочий. Здесь же целенаправленно изначально варп бустит у нас просто. Ну это будет адепп плюс еще адепп плюс два гейта. Там до варп будет с трех гейтов. Возможно где-то здесь пилончик поставят и будет прессовать. Вот здесь хорошее место для пилонов есть. Сюда пилончик какие-то можно, например, пилить. Адеп что-то по всем лингам настрелял, но никого не убил вообще. Заходит на мейн, будет врываться? Нет, передумал врываться. Решил, что будет минус адепп. Привет, ребят, всем, кто недавно пришел. Дела хорошо. Так, еще до варп адептов пошел. Пять штук у нас здесь адептов. Один вернулся. Ну все, два было подстроено. То есть до варпа не три адепта, два было подстроено. Обычно просто шесть адептов к такому моменту бывает. Но здесь другая ситуация. Анутру у нас что делает, обратите внимание. У него рауч ворон добавляется-то пуш какой-то будет. Это просто никнейм такой. Я не знаю, дую как админ, кто там под этим никнеймом играет. А, езжи на ликвипедии. Никнейм его Rush Crazy. Китаец. Это никакой не админ, естественно. Админы не участвуют. Здесь админы вообще обычно в турнирах не участвуют. Потому что если админы готовы биться за победу, то это игроки, а не админы. Как от фаерболов. Адептики хорошо уворачиваются, еле-еле ушел. Ну и тут Реводжер Роуч и Линго Пуш идёт. На этой карте очень опасно идти здесь реально близко. И тут третий некст просто вообще нечем отбивать пока. Тем более он призму запилил. Он дестабилизатор строится, некст тут меняется сейчас третий. Здесь, например, два пилона есть. Пилончик подрезается здесь на рампе. Вообще новые строятся. Здесь тоже два сейчас продрежут. Зерки. Вообще софлай блок. Близок к софлай блоку сейчас просто будет. У нас просто тут уже. Хороший выстрел в Реводжеров. Три Реводжера сейчас минус. Можно ставить ещё один оверчаж сейчас Протсу. Отступает назад. Пока обороняет очень хорошо. Оверчаж назад поставил. Ещё один здесь пилончик. Падает очередной. Но он, кстати, сейчас дестабилизатор ещё будет. И может нормально биться. Только почему-то на мой Протсу. Ой, сейчас тупит. Парабам ситуация примерно равная. Зерк ещё продолжает прессовать сейчас. Гитов отстроит. В общем, на этой карте застройки. Большой минус вот такой, конечно. То, что при таких пушах теряются здания. Теряется продакшн. Здесь на фаерболах. Очень жёстко сейчас затерпел у нас Протс. Стрелил ещё раз. Минус два дестабилизатора. Минус несколько лингов. Минус два Реводжера, простите. Хороший выстрел. Ещё один лингов. Минус много достаточно. Ну и мы в призме делаем. С этим можно выход сейчас сделать. Три гейта на майне. Четвёртый. Вот здесь вот у нас всего шесть. Шесть гейтов плюс дестабилизаторы в призме с мувом. Это хороший расклад. Так, выстрелы пошли от дестабилизаторов. Одного Реводжера всё лишь подбревает. Второй дестабилизатор падает. Что-то за контроль. Ужасно это с этой стороны просто такое. Вышел в чистое поле. Взял, отдался сейчас. Просто просрал свой выход целиком и полностью. Нет, чтобы доварпить юнитов побольше. Пойти уже нормально из-за спины юнитов стрелять дестабилизатором. Он просто дропает под армию ЗРГ и пытается убить их. Понимаешь, труп просто берёт до фуку кусти. Очевидно, это работает. Вот это уже хорошее. Вот такие выстрелы, да, когда ЗРГ особенно недоконтраливает. Это хороши, но не предыдущие разы. Здесь у нас линги врываются. Причём не готов вообще у Протса. Застройки нету. Линги пробегают абсолютно спокойно. Уверчаж надо выставлять. Уверчаж выставляет сейчас. Протс. Раш Крейзи. Здесь выход спайра идёт. И, кстати, адепты-то хорошо сейчас под выход спайр приходят. Но прийти-то приходят. А дальше? Стабилизатор в молоко. Не по кому не стрелил вообще. Адепты здесь всё шатают. Шпиль почти готов. 13 муталисков сразу закажет ЗРГ сейчас. 14 даже. Рабам немножко терпит здесь. Но у Протса база второй даже нет. А здесь-то 4 базы. Поэтому ситуация так себе я вам скажу. А здесь стабилизатор летает ГГ. Понимаем, что муталисков слишком много. Чуть-чуть бы получше. И, может, что-то, конечно, у него получил его. Там 29 минут уже выиграет сеанс. Кстати, Грек это жесточайшая. У него заруба идёт. И если что-то. Это было так. Каково выиграет. У него было так. Переис eа. в котором вы играете. Только способна это изъяснить. Два исчезнуть. О том числе. До этого не будет. О том числе с ней. У меня нету. У него есть. Отпределиться. У него нет. У него нет. У него нет. И он помогает. У него нет. Продолжение следует... 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 Ну что, это ЗВЗ долго не должно идти, по идее. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Так, ребят, ну что, прошу прощения за то, что чуть-чуть отвлекся. Здесь у нас такая тема, как любит Блай, собственно. Как Блай завещал, как говорится, оббегают инги мимо оверов, просто сейчас бейлинги пойдут, и будет в урыв бейлинг-бас со стороны DimaTorzok. Ну, это работает, этот билд, в принципе. Весёлый на Твиче у вас разговор, ребят. Ну, давайте без ускорблений и пригаров. Так, побежали линги вперёд, здесь 4 бейна готовы, уже плюс 2 линга есть здесь. Нужно заходить побыстрее, здесь 2 королевы у Тру Линги выходят, всё новое-новое. Плёточку ставят, бейлинг Неста, между прочим, у Тру нет вообще сейчас. Но не контролит, не контролит DimaTorzok абсолютно своих бейлингов. Где они вообще все бегают, я не понимаю. Лингов всё больше и больше, нужно заходить, уже нужно начинать врыв, а врыв начинается очень медленно. Так, ну что, королев набрасывается сейчас. Так, лингами нужно королев грызть. Хорошие, кстати, взрывы бейлингов, я вам скажу. Одного бейлинга можно и оставить для того, чтобы лингов дальше пробрить. Взрыв королев происходит сейчас. Королева номер 1 падает, королева номер 2 падает. Ну нужно ли было врываться дальше? Ну а что, там не видел на самом деле, что происходило вообще. Так, здесь мух доделался, наконец-таки нужно бейнов подморфить. Но из таких краснющих лингов, бейлингов сразу же фокусить будут на самом деле. Демилав здесь затерпел, пару лингов погибло. Бейнов в итоге морфить просто не из чего. Да и как-то пуш провалился, по-рабочему отстаёт он всё ещё. Здесь ничего хорошего, факт-таки, из пуша-то не вынес для себя. Ну и Тру отбивается. Убивается здесь спокойно, абсолютно королева упала. Ну и Тру отбивается... Тру в контратаку уйдёт, между прочим. Здесь были линги, я уверен, что Демилав должен отбиться. Бабах неплохой происходит, линги труп погибают, очень много дронов до заказа. Здесь дрончиков поменьше до заказа, но пока держится эта зерк, между прочим, из Индии. Королева спускается. Раньше, кстати, даже чем утро. Второй начал бывать на утро больше рабочих, он на 10+. И до заказа у него почему-то больше всего, у него почему-то больше. Королева здесь почему-то одна, имъекции она опять же не делает по какой-то причине непонятной. Вторая игра его не готова, овер отдался здесь. Вот череда ошибок маленьких таких. Для ЗВЗ любая маленькая ошибка, это серьёзное отставание, и отставание здесь действительно серьёзное уже уменьшается. Первые три главы не History 3 см. Первая игра была сейчас. Первая игра была everyone. И 기억して её мной. Так, линги здесь забегают, короче, пока затишье, но посмотрите на лимиты просто. Они совсем не в пользу Демилав. Тру собирается уже, кажется, идти вперед своими ровучами. Плюс двумя королевами, плюс линги до заказа сейчас, плюс ресурсов достаточно много газа, 4 реводжера пошло. Все-то ровучи реводжера линги, пуш, плюс 2 королевы, у которых по соточке энергии, даже у одной 130, то есть даже пока она дойдет уже на 3 трансьюза, скорее всего, накопится. Он уже 140, да, на 3 накопится, да и у другой на 3 тоже накопится в ближайшее время. Причем начинается прессинг со стороны Тру, прессинг очень жесткий, Демилав не готов просто биться сейчас. Плетки не готовы, контур забегания линга тут не заходит. Хотя сзади тут ровучка ставится, а курить ГГ, то есть Демилав очевидная ГГшика. А, не в сети. Я думал, они все играют, там что-то... А он просто не в сети оказывается. А, не в сети. А, не в сети. А, не в сети. Продолжение следует... 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 Здесь у нас эволюшн, робочего ворона нет, хатка вовсю добывается, 35-18 парабан, но тут просто, что мы сейчас смотрим, пока как бы не было достойного соперника, ни одного утру пока что. Вот в полуфинале будет китайский тиранчик Тайм, молодой играть, может быть он что-то сможет противопоставить Тру, но и то сомнения возникают. Ну тут разгром очевидный на самом деле, ну что тут сделать может вообще игрок из Индии, ответ ничего абсолютно, плюс один делает, с роуч ворон есть, привет Никс. Бокальная победа индийского Демилав игрока, убил Овера, но это ничего ему не даст, к сожалению здесь тем более Тру. Сам Овера подрезал, роуч все больше и больше, дрончик выходит, здесь реводжер делается. Может можно на самом деле даже не сидеть, не ждать у моря погоды, а идти Тру вперед просто и убивать оппонента своего. Так, еще реводжеры делаются, зачем сразу реводжеров делают, Тру не знаю, здесь побыстрее ходит, помог королевам сейчас реводжерам, и Овера минусну, 51.82 по лимиту. Да, роучи, реводжеры, линге, пуш идет, сейчас 65-94 по лимиту, 30-ка разница, е-мое. Фаербулами промакивается, здесь Тру, ну ничего страшного, приходит, начинает Хату убивать, подтягивается прирост гигантства с потерей в этой игре, вот вы можете посмотреть. Сейчас на данный момент они только, я думаю, будут разрастаться для Тру, а для Деми-Ла только хуже и хуже будут. Хату не отменяет, да, в ответ, бежит, 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 понимаешь, здесь уже ничегошеньки он выдержать не может. Ждем тайма против Тру, вот, наверное, мне кажется, более-менее хоть что-то тут должно произойти, вот сеточку я могу вам показать сейчас. Тайм будет с Тру в полуфинале биться снизу, пока непонятно, здесь 3 зерга тиран сверху и 3 зерга тиран снизу. Учитывая, что зерги-то корейцы, а тирана китайцы, такое ощущение, что за ВЗ финал будет. Ну, может быть, посмотрим матч за третье место, например, с участием тайма, если он проиграет, но это не факт. Молодой игрок перспективный, может быть, поборется за выход в финал. Так, мне нужно позвонить, ребят, вспомнил, что мне нужно сделать. Ждите, я пока слежу за игрой и звоню. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Продолжение следует... 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 ну а идеи там есть как бы идеи это уже ты должен предлагать меня это вообще не интересует все эти дела если ты готов как бы можно на каком турнире например призы как бы отдельно запилить ее еще ну что тру против тайма бьются короче забей на все это дело давайте смотреть игры так секундочку у меня перезвон идет сейчас эсэм готов улучшение смерть на пороге эсэм готов смерть на пороге эсэм готов смерть на пороге эсэм готов так ребят дико извиняюсь тут косяки контроля мне семья моя приехала сегодня все мы теперь здесь будем жить на другой квартире стримить я буду здесь но в ближайшие дни сухни тогда перенесусь я в комнату уже наконец таки вот ну сегодня после данного турнира я думаю навряд ли что то буду стримить потому что есть дела есть много покупок которые нужно сделать вот ну и сегодня там особо больше ничего стримить может быть я вечером с квартиры приду fp стримить а может быть я там семью и скорее всего так и будет так Третья. Запилена. Патрули тут у Трулинги бегают. Под масел он нормально. Лингов побоялся риперов. И здесь выход после риперов в Стив Билл идет. Самое интересное. Это стадия полуфинала, напомню. В нижней части сетки там полуфинал еще вроде как не начинается пока. Вот, ну, очень много зергов. Везде я даже не знаю. Может быть, я, если тайм проиграет, например, китайские тираны, я, может, даже матч за третье место, например, гляну. Чем ЗВЗ в финале смотреть. ЗВЗ за последнее время что-то уже поддостало немножечко. Ну, что, да. Ну, что, да. Ну, что, да. Попытался подхарасить ещё немножко тайм, особо ничего не получилось. Но по лимиту нормально себя, кстати, чувствует он. Третья сэшка строится, вот как-то прямо в наглую летят дропы сейчас. Но очевидно же, что вот в этих местах оверы висят. Ну, прям в наглую летит тайм через оверов сейчас. Не стесняется совершенно. Сейчас ещё один буст пойдёт, залетит к мейну. Кстати, можно вот сюда дропнуться, здесь крипа нет. Вот прикиньте, вот сюда дропаемся, на стиме вырываемся вот на третью базу. Было бы гораздо эффективнее сейчас момент такой. Ну, вот идеально труп приходит, идеально принимает, вообще-то, этот дропчик. Рипера здесь есть, марики разгружаются, плюс рипера. Мы не понимаем, что делает тиран. Что-то тупит туда-сюда, дёргается. Заходит, пошёл скан, криптуморы выбиваются, конечно, но... Ещё очень много остаётся криптуморов, даже дальше криптуморов осталось много. Еле успевает несколько юнитов забрать здесь тайм. Щиты мариком доделали сейчас, например, но это всё бесполезно. Успевает и дропать, и гранатки кидать. Зачем такой контроль в таком месте? Вот тоже вот вроде молодой, кнопки жмёт, видно хорошо. Ну, зачем успевать вот здесь кидать гранату? Это бессмысленно. Всё же ты тут ничего не сделаешь. Сконцентрируйся дома на контроле. Продолжение следует... Ну что, прессинга идет Тайм очень хорошо прессует Беллинг, без муу еще обратите внимание Либераторы пришли, марики сплетятся Бейнов-то, может быть, имеет смысл подразвести как-то Хорош, Минка жахнула 13 юнитов, как не бывало сейчас У Тру очень много до заказа Контр-забегание идет от Тру сейчас Но здесь Минка отбивает все вместе с мариками Достаточно легко Либераторов вынужден тайм отвести сейчас Ну вот если бы идеально и там, и там сконтролил было бы хорошо Но идеально и там, и там сконтролить очень тяжело Здесь Линги на муве за королевами бегают, кстати говоря Либераторы чуть летают Да сюда нужно облететь Нужно прирост вывести сюда, подвести Прирост сюда не вел, но он и не мог вести Потому что к нему забегание шло очень жестко Здесь у нас хай впилен Мимо спорки пролетает Тайм сейчас, мейн можно просто полностью заблочить Но Та Либераторов не будет в атаке Но зато здесь не реагирует Тру пока на врыв Либераторов Вот только сейчас отреагировал Спорка идет вперед Но рабочих покрошило уже некоторое количество Причем немалое количество Так, Мимки не успевает Тайм копать Короче, разваливается Либераторы здесь под споркой Вообще отдаются Два Либератора спорка Говорит Карл Два Тайм не законтролил вообще ничего Но вот называется, блин Это неосознанный какой-то контроль Туда-сюда бегает Что-то жмет, но вот не понимает Что нужно сделать Что-то мог просто добить Концентрировав удар именно сюда Начал что-то там разводить Зачем-то непонятно А Тру хороший очень контрзабегание Идут с ними Ничего не поделать Ну тут уже прессинг не выдержать Посмотрите на лимиты Причем этот лимит В основном весь Лимитов очень мало Они занимают Минки, конечно, делают Просто какие-то невероятные залпы В этой игре со стороны тирана Но они не спасают его В любом случае Слишком мало его Ждем следующую игру Так, врываемся Вторая игра Ну это изи От Тру пока никто Ему сопротивления Вообще в этом турнире Не оказал серьезного И Ассону в полуфинале Верхнем он выиграл Чика В нижнем, точнее, полуфинале Пэтбрейкинг Играю Секундочку Да Секундочку Ну что, 2.1.0 Может быть во второй игре Что-то Таймс может показать Игра приостановлена Таймс-тайм Таймс feel Продолжение следует... 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 Контролятся ксилмаги, сейчас всё в порядке, в общем. Прощение, щиты заказаны, стимпак. Стимпак щиты, третий барак, четвёртый барак. Пошёл факт там, нужно танчики добавлять, плюс один делается. Вроде как так был интересный такой какой-то у тирана. Может быть сильный выход получится. А true вообще ровчера ровчера ровчеринги пуш демонстрирует сейчас. Чуть-то он достал с этими ровчера ровчерингами уже какой раз, с какого игрока пушат, здесь с этим у тиран вообще ничего дома не остаётся сейчас. Провальный дроп со стороны, просто провальнейший. Провальнейший даже, я бы сказал, просто провальный. То есть вместо того, что полететь куда-то на мейн или непонятно, ну ещё куда-то. Он вообще-то дроп отдаёт, здесь просто на ровном месте, по-моему, линги, даже без бейлингов, депошку прогрызают. Забегают внутрь, танк стреляет, депошку здесь не успевает закрыть. 2-0. ГГ пишем, выходим. Это разгром, ужасная игра со стороны тирана, очень слабо отыгрывает, очень слабо. Тру в финале. Тру в финале. Так, ну что, сетку посмотрим, что у нас там в сетке-то. Ну и Асуну против Пэта, видимо, ещё бьётся, но там завоза, там очень быстро будет сут. Тайм будет за третье место биться, а Тру в финале. Что-то Тайм очень слабо отыграл, я даже думаю, не надо смотреть матч за третье, пофиг, если же за ВЗ финал имеет смысл посмотреть, я думаю, при таком раскладе. Ну, ждём Пэта, ждём, короче, конца матча всех. Сегодня стримить буду очень недолго, это не только буду стримить, больше нечего стримить. Может быть, вечером вернусь, ФП поиграю, но сомневаюсь. Семья моя приехала, я буду с семьёй сегодня дома. Надо, тем более, немного купить, там, продуктов и так далее, там. Так что, ребят, наверное, сегодня после игры, наверное, точно после этого всё как бы. Завтра GSL приходи, завтра подольше стрим будет. Как-то так. Включение игры. как-то так. Так ответы нет. Включение игры. И какрит звё Cape Bretaux Schlain. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А вот начинается что-то там решающее, мне кажется, я сону против пэта. Да, судя по всему, так и есть. Ждем начала, в общем. Продолжение следует. Продолжение следует. Ватсане, Ватса, там уже идёт, во-первых. Не знаю, какой счёт. Во-вторых, дела, дела. Есть только вечером какой-то урыв, там ASL вечером. Ещё какие-то турниры. SK2M Proof Team League, я не знаю, SK2M Proof Team League уже 3000 лет идёт. Вплоёк он ещё и не пахнет пока. SK2M Proof Team League КОНЕЦ 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 Ну что, 16, 17-ю хату газ-пул играют оба. Газ вообще одновременно добывается практически. Я думаю, что счёт 1-1, скорее всего, здесь. Ну, проставлять пока счёт не буду. Мув пошёл у Пэта, газ продолжает добывать. Мув пошёл у Иосону, газ продолжает добывать. У Рабамы, Иосону на 1-1 рабочего в плюсе. Оказывается. Субтитры делал DimaTorzok Одного линга принимает Пэт и Асона. Но один всё-таки на мейн заходит, но на базе Роуч Ворон выставляется сейчас. То есть Пэт собирается сагрессивничать, это абсолютно очевидный момент сейчас. Здесь по центру Овера летают, друг друга контролят, плёточку ставят, Асона Лэйер делается, Пэт третья хата уже почти готова, и Роуч Ворон, возможен прессинг какой-то, линги выдвигаются вперёд, если даже и прессинг и будет, то Роучи что-то слишком мало, а точнее не Роучи, а Оверов слишком мало в на закате. Здесь линги пытаются пройти от Пэта. Королева падает, линги пробегают внутрь. Вот это ошибка сейчас, это Асона была, то, что он так вот запустил. Нужно какое-то здание было запилить сейчас вот здесь, чтобы не пройти было лингом. А он просто в итоге взял, ничего не запилил, отдаёт очень много юнитов. Хотя нет, посмотрите, на фокусе королевы взял Пэт, всё и потерял. Но Рабочек, тем не менее, Асона 6 штук потерял и уже проседает, серьёзно. Плюс 1 ему Фроучим запилен сейчас, кстати говоря. Это будет чревато для Асона. Но если он сейчас придёт и ничего вообще не сделает Пэту, и у него, между прочим, линги, обратите внимание, они вообще без мува. Ну, на крипе здесь контакт происходит. Нужно частью лингов грызть вообще, Асона этого не делает. Он отступает сейчас. Асона 6 штук потерял. Так, пытается вот прогрызться, куда-то он наглеет вообще совсем. 7 Раучи, Асона уже запилены. Сейчас, ну, плюс 1 доделается, кстати, Раучи с плюс 1 выдвигаются вперёд. Сейчас линги пытаются... Или он отменил? Нет, не отменил, ещё плюс 1, просто не готово. Сейчас плюс 1 грейд доделается, наконец-таки. Вот, наконец, с Раучи все выходят вперёд. Да, у Раучи столько же дэма же, сколько у Раучи абсолютно. Так, здесь Пэт собирается встречать юнитов, добавился. Раучи готовы, линговичка назад отошли, плюс 1 готово. У оппонента Асона нету плюс 1. Асона ещё и плётку сюда подводит. Между прочим, обратите внимание, фаербольщики хорошие падают. Нельзя затягивать прессинг. Чё за хрень-то? Плётка перекапывает, сейчас вкапывается. Но он идёт-то вне плётки драться сейчас. Чё делает вообще? Фаерболы по двум аж овером сразу пытался попасть. Сейчас фаерболы Меясону не попал по двум сразу овером. Так, линги здесь ушли. Короче, затягивает. Сейчас время Меясону дал отмазиться. Оппоненту твоему это ошибка очень большая с его стороны. Что он дал вот так вот отмазиться. Королева здесь вместе с плёткой находится. Лимиты блески. Раучи всё новое-новое подходят. 8 ещё до заказа. Нужно овер-авто подрезать. Нужно лимит сюда подводить обязательно. Чё-то вот тянет, я не понимаю, я Асона. Подводом лимита. Линги здесь есть, линги отдаются. Фаербольщики падают. Фаербольщики падают очень даже неплохо. Раучи по одному подрезаются. Фаерболы по оверам пошли. А ещё один овер-минус сейчас очень неплохо. То, что соплай-блоки делает, и Асона у оппоненту своему это очень хорошо, потому что это не даёт ему прям взять так и на массе с юнитов. И плётка перекапливается хорошо. И Асона увидит, где подходит пэт, с какой стороны окружает его очень неплохо. На фаерболах, правда, сейчас загулял немножечко, но здесь пэт на муви так и так отдаётся. 8-9-102 по лимиту плётка колупает очень неплохо. Несколько роучи минусуют. Здесь выходит роуч, прям на муви отдаётся. Из демеджа на фаерболах можно и реводжеров попозапиливать бы было бы. Хорошо тут и Асона снимает вообще-то заказанных юнитов. Прирост отменяет просто-напросто. Да, ресурсы возвращаются. Какая разница? Главное, что боевых единиц нету. Ресурсами не отобьёшься. Нужны юниты на них заказанные. И на третьей хате оставил сейчас 6 хп. Вот это уже ошибка серьёзная. Ну и Асона собирается вернуться, судя по всему. Дожимает и Асону пэта. Похоже на гагенчик. Не похоже это 100% на гагенчик на самом деле. Но по этому очень сильно не хотел вдаваться, конечно. Но придётся, к сожалению, вдаваться-то. Ждём продолжения. Продолжение. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что ж, ждём инвайта в финал, ребята. Продолжение следует... 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 так у лапу пеший завязывай давай сейчас договоришься по поводу хэппи непонятно что там как кучу займем где посмотрим а а так пошла вторая хата зачем он сдался но очевидно потому что он проиграл вот и ничего сделать не мог уже ждать пока сгрызут ему здание ну смысла не имела никакого семнадцатая хата газ пулу утру точнее как раз точно газ пулу и осону пул газ нет газ пул все правильно здесь пул одновременно с газом был заказан сейчас то есть газа побольше осонука же будет но чуть позже зато королева будет заказана и 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 короче какой-то врыв сейчас будет интересный что это будет за врыв будет ли больше лингов строится или будет сейчас apply block утру сейчас возможно оверы достроится и будет еще больше лингов заказано у него так оверы достраиваются будет он еще больше лингов делать да будет лингов продолжать делать сейчас 12 уже строится часть лингов выдвигается вперед вы особо готов мух утру не готов здесь два линга заходят на мэйн сейчас пытаются зайти увидит и асона все прекрасно здесь происходит видит бэйлингов которых тру точнее видит бэйлингов и асона вот этих двух лингов надо было в бэйлингов превратить потому что они дэмажены очень сильно так неплохо бэйлинг взорвался три лингов бэйлинга ну это перебор можно и законтролить так еще три лингов бэйлинга последний бэйлинг остается вообще практически у асона живой тру недоконтролил бэйлинга не проблел бэйлингов много здесь заходят к рампе сейчас но они все юма не все получают дэмаж взрывает просто все что морфится на рампе сейчас тру понимает что лучше бэйлингов не дожидаться просто понятно лучше чтобы просто даже ценой нескольких своих бэйлингов там трех-четырех чтобы двух не стало у и асона потому что расконтролить будет тяжело тру так собственно говоря и делает но что это даст ему в итоге в итоге прессинг идет на рампу двумя трех бэйлингов опять выгодно достаточно сгрызает тру сгрызает третью хатку и асона пока не сгрыз сейчас догрыз наконец-таки здесь бэйлингов и асона тру отменяет в итоге у и асона 35 дронов на 24 тру но тру сам рабочих начинает строить и у него все хорошо будет сейчас за счет того что хат больше Лейер в Асона пошел, между прочим Парабам все еще в плюсе На утру много дронов было Сейчас заказано, по лимиту даже вырвался Вперед Непонятные размеры до сих пор идут Труп пытается выманить бейлингов всех в Асону Чтобы они взорвались Не получается никак этого ему сделать Без лейера играет, между прочим Сейчас будут роучи заказаны, насколько я вижу Так, плюс 2 газ, 4 роучи запилено Здесь уже почти готов лейер в Асону Кстати, тайминг лейера неплохой Нужно срочно спайр делать или что-то Спайр пошел Полетка пошла здесь дома Нужно тронов заказывать как можно больше Потому что очевидно, что будет прессинг 10 Но Асона может не понять, это я не знаю Он видел, что лейера нету, судя по всему Да, видел и Нужно как-то сейчас решение принимать Что ему Как отбиваться от вырыва будущего Доспили еще 50 секунд А роучи уже сейчас пойдут А ведь не только шпиль должен достроиться В чем мутка должна успеть построиться В чем лучше, чтобы она построилась так, чтобы успела поатаковать немножечко до прихода зерга Иначе беда здесь Так, плетки не заказаны Роучи идут вперед Вот и Асону поздно как реагирует Две плетки рядом Это бейлингами сразу же взрывается Да и здесь он Так вот отсюда заходить Бейлингами между двумя плетками взрывается Они будут дэмэдж обе получать Шесть роучей Асону делает Вот это точно ошибка Здесь нужно масс плетки И никаких роучей А, ну хотя не роучей много достаточно По экономике пока в плюсе Может быть даже и хватит Вру, вру Я что-то заметил Это не первые шесть роучей-то были Он уже давно начал их заказывать Ребят, прошу прощения Что-то я подзалип здесь И вообще не заметил, что происходит Взрываются плетки Но три живых до сих пор Нужно отступить под эти плетки Как раз таки Асону Что он и делает Четыре плетки помогают Отбиться плетки очень хорошо помогают Здесь роучи чуть-чуть на мэйни выходит Королева падает номер один Дроны отдались уже все практически Двенадцать роучи заказанную Ну и Асону справится здесь с обороной точно Но у Тру лимита больше остается до сих пор Дворят Дотекание лингов идет Королева на рампе Плетки три штуки Плетки нормально там бомбят Тайца и Асона накокусить рабочих В течение трупа Тайца и Асона Рабочих накокусить не очень-то получилось Лейер запилен Здесь вот муфроучим и плюс один Здесь бы в мутку свич делать В шесть мутальском, конечно, пошло Может быть, что-то получилось Привет, Norman13, добрый день и тебе Да, у нас пока день, но уже как-то пасмурно Уже вечерей, это уже 16-47 время Вот, и турнир подходит к концу Наверное, единственное, говорю, я сегодня постремлю Это Дуюкап, потому что я говорил, что семья моя приехала Все дома Нужно мне продуктов купить еще первый день Будем в новой квартире жить сегодня фактически Вот Ну а стримить я буду здесь И завтра буду стримить Завтра великолепные матчи на ГСЛ Вот, ребят, здесь против Тейджа И Дир против Лосила Матчапа не зеркальная Пара интересная очень Выдвигается Асона вперед С муталисками Лингов шатает здесь неплохо Роучи двигаются очень-очень быстро Ну, очень много лингов заказано Но плетки не успевают Он добавит, кажется, это победа И Асона уже практически 100% Хотя что-то слишком много лингов Поспешил я это сказать Залетает мутка И так, роучи с лингами дерутся пока Королевы трансфюзи Вот королевов покуснуть бы этими роучами Хоть я не знаю Но все больше и больше становится, конечно, муталисков Королевы, в смысле, муталис Роучи, да, роучи его покуснуть И муталисками уже добивать Ну, здесь нормально, в общем-то Шатать продолжает Асона Заходит в минеральную линию Минус королева Минус плетки Минус... Нужно троу... оверу сбивать Все здесь разваливать чехлам Трусам доделал сейчас спайр Муталиски скоро пойдут Плетки падают Какой газ-то, е-мое А, ну здесь дома нужно подконтролить Было немножко Газ зачем-то начинает шатать Асона Трусам 11 муталиска 12 заказывает Но это поздний Слишком заказ Плюсу Асону сейчас Грейд будет готов Почему не дожал Только вот вопрос Хороший, конечно Нужно брать роучи уже Уходить всеми вперед Спорка перекапится Минеральную линию Асону прилетает Спорку подрезает Тру муткой его летает Что ж ты боишься, друг-то, е-мое А что по мутке-то 17-18 18 муталисков у Тру Ну да, правильно Асона отлетел Мне показалось, что там эти первые 11 Там нет, там больше гораздо было Четвертую хату ставить Сейчас Рабов после всех врывов Тру и Асону Тоже поменьше стало А сейчас Причем боевой практически одинаковый Римит Ну что, роучи мутка Принимает бой И Асону У него есть атака В отличие от Тру У которого атака отсутствует Но королева не помогает Прирост мутки у Асону дома И Тру умудряется И эту игру перевернуть Просто на ровном месте Или нет? Нет, не переворачивает все-таки Все-таки успел И Асону под спорку улететь Я уж думал Сейчас Тру развалит И в этой игре Сейчас и Асону возьмет Просто на ровном месте Так, мутка возвращается домой Линги падают Дроны падают Хорошо, Асону тут ровную Пришел Ну, они быстро погибнут Конечно, но дэмош нанет Здесь муталиски плюс королева Пытается драться Трус и Асону Но победить он не может Но муталисков стэк сохраняет больше Все время, кстати говоря Но и Асону сейчас армор доделается С другой стороны У него будет атака и армора Это будет уже Право, спорок не хватает Постоянно Вот здесь на спорку-то наламывается Не, ну на спорку Ну, ема Ну, как и Асону не до контроля Все как будто муталиски ломятся Как будто сливаются постоянно 12-16 сейчас в мутке Ситуация Ну, спорка здесь Бомбит Ну, вот опять куда-то муталиски Куда летишь, хочется сказать, а? Куда вы летите, комары вы? Все, ладно Не буду пригорать Не до контроля Здесь Асону Газ на мэне кончится Но четвертый он занял от аутру Четвертый, между прочим, база отсутствует Так, королева выходит Сейчас порки везде Асону ставит Правильно делает Это даст ему возможность отбиться По муталискам 14-24 Как он еще перемашивает его постоянно Ну, вот сейчас вот Асону все-таки больше мутки в заказе С какого-то момента Стабильно больше мутки в заказе идет Так, муток на мейн влетает Королевы крипом не соединены Посмотрите, вторая база с мейном Поэтому королева долго очень подходит Здесь муталиски Так, здесь порочка есть Муталиски вниз смещают Здесь порки есть Стопроцентно Так, Асону Тру, кстати, понимает Что ему нужно действовать как можно быстрее Ведь иначе оппонент скопит муталисков сейчас Поэтому он мутой пытается расшатать И расшат-то получается удачный достаточно-таки Дрончиков нужно увести 5 муталисков Там 6 вообще заказано 10 плюс мутки держатся стабильно сейчас Стабильно, абсолютно Так, спорку между базами так и не поставил Тру ловит дронов Охренеть! Что Тру творит? Он просто из какой-то нетащибельной ситуации Начинает тащить И даже 1-1 Даже преимущество по грейдам На мутке пока Асону не помогает Потому что у него муталисков меньше на данный момент Зачем атака? Ну вот сейчас становится понятно Зачем Тру атака Хотя она хуже, чем, естественно, армор Понятно, Тру заказал ее Потому что ресурсов меньше было Но смотря на это Ответ может только очевидный Зачем просто так То есть у Тру атакует, ема Атакует и разваливает Вот за это ему Чтобы чисто плюс мораль была Че я как бич буду армор делать? Атаку закажу Этого бича Просто нагну сейчас Что это вообще за поддельный Старкрафтер китайский такой Как будто бы сказал Тру И просто И просто врубил тащение сейчас конкретное И тащит он очень хорошо Везде что-то подрезал Лимита уже больше Причем с трех бас Против четырех Муталецка в сорок Уже на двадцать шесть Охренеть вообще Что он сотворил вообще? Пытается... Какой микоз? У тебя мута более грыженная И Асона в микоз пытается выйти Это такая ошибка Это ошибище просто Жесточайшее сейчас Мутка Глейвом подрезает плетки Все подрезает Уже по потерям Большую Асону Вообще жесть Просто я не верил Я все Все это время Ждал пока И Асону наконец-то Тру перемастит Я вообще не верил Что здесь Реально перевернуть Но Тру Опроверг просто Ну вот Опроверг Напрочь Причем Просто здесь все реально Абсолютно было Он переворачивает И мутки уже на двадцать одну штуку Больше Чуть ли не двукратное преимущество Причем Сорок семь муталец Представьте какой Дэмэдж Одна секунда Ошибка Какая-то в позиционировании Юнитов И все Мута залетает И мута унижает Правда здесь много Королев с энергией Единственный Кэш плюс Но эти королевы То есть Такое количество Муталецков Один залп И королева Даже не успеет Трансьюз кинуть Минус королева За залп Первая инфестора Выходит Вообще инфестор Падает Сразу Еще Тру идеально Как-то юнитов Подлавливает Так Прям удивительно Это получает 49-21 Инфесторы Все без энергии Минус Тру Минус Опасную цель Сейчас Это гг Ребятки Это просто Дичь какая-то Вообще Он что сотворил Вообще Что он сотворил Фух Я аж реально Вообще Жесть Спасибо Норман 13 Ждем Третью Которая Похоже Станет Судя по всему Последней Потому что Как бы Я сону Не вел Он все Проигрывает Ну как Преимущество Он сам Добывает Но он Сам Отдает Или решили Бо 3 Сыграть Что ли Не понимаю Пока Сыграть 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 Вообще То Дичь Я употребляю Дичь Я не только Слово Употребляю А и в пищу Бывает Иногда Федя Дичь Вот Напряжная Такая Напряжная В общем Там Узычка Но Карта Близкая Очень Здесь Напряжная Это Это У Лена Напомню Но У Лени Все Всегда Напряжно Продолжение следует Ну что Роуч Ворон Пошел У Асону Кажется Асону Решил Уже Какие-то Улыбные Здесь Мутить Потому Что Понял Что Ситуация Плохая 0-2 Проигрывает Кореец Слишком Силен Ну Посмотрим Что Это Лэ Ну А здесь Блин Нест Барабам Ситуация Близко Так Здесь Пару Линга Вперед Идут Вовер Залетал Вовер Проверял Ничего Особо Не увидел Роуч Ворон Готов Надо Заказывать Роучи На такой Карте На такой Стадии Без Ну Роуч Ворон Построил А Роучи Не делаешь Муфта Лингом Отсутствует Это Печаль Потому что Любой Беллинг Баст Может Убить Просто Сразу Так Забегает Асона Видит Беллинг Нест Роучи Четыре Пять Уже Штучек Строются Тут Мас Дроны Пошли Ну Кстати Если Неожиданно Здесь Выйти Как-то То Можно И На самом Деле Роучами Пробить Попытаться Причем Выход Такой Небольшой На пяти Роучих И делает Асона Вот Это Выход Называется Ну Он Развернулся Все Правильно Понял Тру Понял Что Это Фейк И Асона Отступает Назад То есть Парабам В итоге Ситуация Равная Поле Мет Асона В плюсе За счет Боевого Немножечко Напугал Тру Но Но Сколько Раз Асона Не вел Вообще По лимиту Он Всегда Проигрывал Все игры Проигрывал Но Это Все Таки Тру Конечно По Оверу Файрбол Нормально Заходит Но Надо Четыре Релоджера Чтобы За зал Оверов Подбривать Так Одного Подбрил Сейчас Асона Тру Заказывает Роучих Сейчас Семь Штучек Девять Двенадцать Зак Ема Кажется Тру Решил Что Не будет Терпеть Этого Будет Пушить Решил Походу Кстати На этой Карте Через Тузский Проход Такой Микс Будет Очень Тяжело Пушить Но Другой Другой Если Перемасить То Можно Запушить Попытаться Фаерболами Отсюда Отогнать Юниты Отойдут Линги Ворвутся Кружат И Беда Там Будет В общем То И Асона Все больше И больше Реведжеров Добавляет Микс Честно И Асона Нету Оверов Посмотрите Он Не контролит Врыв Тру Сейчас Фаерболит Оверов И На Халяву Сейчас Пока Нет Фаерболов Позиция Утеряна Какой Фейл Вот Посмотрите Как Это Старкрафт Как Это Все Дело Решает Просто Кинул Фаербол Оверов Фаербол На Рампу В итоге Отсутствует И Заходит Тру Спокойно Но Тру Отдается При этом Причем Почему прирост Не приходит Я не понимаю Где прирост Весь Вообще Что-то Ходил Ходил Тру Отдался Решил Отступить Зачем Через Камни Прису Здесь Ролын Идет Здесь Тру Учий Строится Здесь Тоже Без Лейра Игра Игра Идет Муфлингом Утру Сейчас Будет Готов Реудеров Как Не делал Так И Не делает И Асона Туберов Наубивал Уже Еще Одну Выбил Погодите Все Два Погибло Что-ли Утру Да Всего Лишь Второй Оказалось Погиб Здесь Ролын Попадают В окружение Куда Почему Тру Их Не законтролил Почему Они стояли На месте Ну Вроде Частью Вышел Хотя Бо Штучки Четыре Успеет Свалить Здесь Линги Без Муфа Все равно Пробивает Тру Камни Он Тру Сти Мух Между Готов Лингом В отличие От Эосону Гру Мух Совсем Не готов Отступает Тру Понимает Что Опасно Эосону Тридцать Лингов Строит Но Они Все Без Мула Абсолютно Все По Лимиту Ситуация Равная Абсолютно Аулын От Эосону Идет Тру Заводит С эти Четырех Роущих В спину Сейчас Так Если Просто Убьет Что ты Дому Это Делаешь Что Ты Так Здесь Линги С Мула Забегают Окружают Лингов Без Мула Иосонов Выбивает Можно Просто Забегать И разваливать Все Иосонов Пожалел О том Что Мула Нет У Лингов Сейчас Явно Очень Сильно Так Часть Линга Пытается На мейн Пробраться Не просто Так Это Сделать Оказывается Все Зажато Нужно Что-то Предпринять Нужно Проскочить Как-то Проскочил Но Сюда Ко второй Базе Асона Хорош Один Смотрите Фаербол Четырех Ролучей По 60 Просто 240 Зашло Сейчас Х4 Пробил Пробили Ролучей В аппаратах Получили Получили Джекпот На 240 Фаербол Минус Минус Овер Еще Сейчас Так Секун Сейчас Перезвоню Скоро Прошу прощения Надо будет Перезвонить Мне У Асона Все еще Больше Лимит От руки До забегания Делают Туру Ставят Третью Хату У Асона Нагонец Томуфлингом Тоже Готов Сколько Здесь Лингов Ё-моё 91 Линк 12 Роуч 8 Рев 19 Роуч 40 Лингов Лингов Меньше Значительно У Тру Тру Идет Вперед Но у Тру Есть Беринги В отличие От Асона У которого Беринги Отсутствуют И он Начинает Шатать На третьей базе Все дроны Уничтожены Возможно Даже Хату Уничтожит На Мэйне Врыв Великолепный Королева Тоже упадет Вынужден Улынить Сейчас Асона Реваджеры Отдаются Беринги Прав тоже Упали Блин Зря Тру Всех Бэйнов Отдал Сейчас Плюс Один У Роуч Нету Кстати Говоря Фаерболы А то Асона Пошли Неужели Асона Все таки Пробреет Роучи Хорошо Врываются У Тру Больше Линги Простите Хорошо Врываются У Тру Больше Лимита Но Тру Терпит Зато И Асона Зато Терпит Дома А у Тру Роучи В дозаказе Семь штук Так Ну Лингов Что-то Много Асона 28 Лингов Так Заходит Тру К Тру И Асона Сейчас Развалят Здесь Надо Встать За Пулом Вот здесь Между Пулом Просто Встать Не Получается Что-то Сделать Возвращает Тру Лингов Из атаки Но Как-то Криво Они Возвращаются Дроны Сейчас Упадут Дронов Кстати Боевой Телемит Одинаков Почти Дронов Не Осталось Там Совсем Фаерболы По Лингам Идут По Беллингам Фаерболы Мимо Ошибка Ужасная Тру Посмотрите Он Частью Юнитов Дрался Частью Юнитов Базу Оппонента Убивал В итоге Здесь Дронами Не Помогает Себе Биться Релоджеров Вроде Как Окружил Лингами Вроде Как Окружил Убил И Все Таки Тру Ёма Какая Игра Вообще Выдалась Просто Дичайшая Хорошая Хоть ЗВЗ Но Финал Хороший Скажу Я Вам Ну Что Ребят Всем Спасибо За Внимание Спасибо За Вашу Поддержку Сегодня Немного Но Тем Не Поддержка Для Меня Это Что Вы Смотрите Меня Мой Канал На Сегодня На Сейчас Я Был Пока Все Возможно Еще Вечером Верну ФП Поиграть Но Так Как Сегодня С Семьей Первый День Дома Живу На Новом Доме И Пожалуй Я Наверное Не Буду Ничего Делать А Завтра Великолепный GSL 1230 Зест Против Тейджи И Ласира Против Дира ПВТ И ПВЗ Будет Приходите В 1230 Я Думаю Завтра Помимо GSL Еще Что Ни Постреблю Вот Такие Вот Дела Запись Эту Выложу На Ютубчик Так Вчера Турчет Тремил Там Тоже Выложу Запись Субтитры 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 Субтитры